привет друзья привет не обращайте внимание на то что я делаю я тут просто рисую как обычно да потом я не побрился не успел потому что обращаюсь к вам еще из просьбы не звоните мне пожалуйста до 19 часов не в skype не ватсап у меня режим такой я с 19 часов только на скайпе это всегда помогаю там людям которые выходят ко мне с какими-то паниками с какими-то психосоматическими нарушениями и те которые хотят научиться условиях жестких временных ограничений принимайте неординарные решения но я просто сейчас дорисовываю картину на же скоро будет вебинар вебинар и там я оставил как бы на конкурс ну жених у меня такой был там было уже четыре сейчас я обещал последнего сделать сделал последний жених та картина так и называется последний жених а это уже пятый это пятый вот посмотрите какой интересный да вот это я делаю такие интересные вещи потому что я нашел какие-то закономерности как сделать так чтобы человек и космос были едины значит слушать параллельная деятельность но мне там задавали вопросы ютубе что такое параллельная деятельность потому что есть такие статьи научные параллельной деятельности но я уже говорил об этом что вот эйнштейн когда изобретал свою теории они и шерла холмс великая находка режиссера и писателя и агата крис и они занимались параллельной деятельностью чтобы не зацикливаться на сложной проблеме не зависать как компьютер чтобы пробиться и решить этот сложный вопрос они одновременно занимались параллельной деятельностью пушкин там женские головки рисовал на у него на полях всех произведений эти женские головки но нравилось человеку так вот снимать лишнее напряжение повторяемыми движениями автоматическими на этом построенное автописьмо на этом построены многое методы дыхательной гимнастики и так далее а я рисую например параллельная деятельность а когда выходите допустим слушайте музыку и одновременно идете вы можете дальше пройти но там много таких вот интересных вещей да а что я хотел сказать а симпатичным сетки на какое-то интересное но это уже какая версия такая версия потому что никак он у меня не складывался а я нашел некоторые закономерности видите там некая есть целостность единство какое-то целостность но это как раз законы природы законы гармонии повторяем элементы там есть свет определенным образом располагается до люблю и говорит да ты через это да я как раз таки снимая накапливаем напряжение но кто-то делает вздох выдох игру да я вам сейчас дам конкретный практический совет когда вы засыпаете когда вы засыпаете когда вы дрейфуете между сном и бодрствованием чтобы лучше заснуть буквально две-три минуты прислушивайтесь или как-то вдоха или как-то выдоха в поисках что вам приятнее и теплее ну кому-то приятнее вдох делать кому-то приятнее выдох делать кто-то вообще на это не обращать внимание кому-то трудно дышать кто-то в стрессе находится никак не может уснуть но если вы в этот момент две-три минуты дрейфуя между сном и бодрствованием прислушивайтесь более теплому комфортному для вас ощущению у кого-то выдох приятнее у кого-то вдох приятнее дышать через нос конечно да две-три минуты вы не заметите как вы уснете это первое второе если в этот момент у заняты параллельной деятельностью то есть прислушиваясь как-то вдоха или выдоха где теплее в этот момент начнете решать какой-то вопрос о я вам такой секрет открывает так непроизвольно делают гении а я вам сейчас показываю упражнение чтобы сознательно моделировали психологию и механизм работы мозга гения потому что так непроизвольно человек делает когда гениальные люди они какие в основном они зациклены на решение каких-то вопросов то есть максимально не сосать толчины да поэтому они иногда бывают россии на другие системы какие-то вот бытовые там вопросы меньше обращать внимание ну вот вы сейчас что сделаете вы тоже будете максимально настроены на то чтобы найти тепло вдоха или тепло выдоха но это гораздо проще потому что там не постоянная фиксация внимания на объекте а на какой-то части получается волнообразное внимание дискретное это так легко тем более вы прослушиваете собственному дыханию это называется ключевое дыхание которое вас успокоит везде хоть самолете вы летите хоть перед какой-то важной встречи хоть перед экзаменом две-три минуты если вы так поделаете а вот теперь перед сном как я одновременно будете решать какой-то вопрос какие они же всегда решает какой-то вопрос они на этом зациклены но мягко говоря за цикл любой вопрос и вы тоже вот допустим возьмете какой-то важный вопрос для себя и параллельно с этим актом вдоха или выдоха которому вы прислушивайтесь начните решать этот вопрос который у вас жизни не решается не то а вам надо его решить это может быть любой вопрос для денег взять как на работу устроиться как пережить трудный период жизни как выйти из кризиса как готовится к соревнованиям и экзаменам если вы волнуетесь со встречи с важным для вас человеком ну и вы не знаете как вы с ним будете разговаривать вот вы когда ложитесь спать или над каким-то изобретением как решить какой-то вопрос технический или как статью закончить ну короче говоря первый момент это вы прислушивайтесь какой у вас вдох или выдох теплее течение трех минут одновременно пытаясь решить тот нерешаемый для вас давно вопрос и вы будете погружаться в сон естественным образом то есть вы по существу переключаете мозговой доминант как коробки передач автомобиля переключения там так происходит и поскольку вы решаете вопрос дрейфу и между сном и бодрствованием вы как бы его обстреливаете с различных точек зрения но это уже механизмы об этом не будем сейчас говорить вы просто возьмете у меня сайт стрессу и там есть новая модель работы мозга и там посмотрите или просто в ютубе в ютубе у меня другие другие какие-то ролики посмотрите по названию и найдете то что вас интересует и вот когда вы дрейфуя между сном и бодрствованием засыпая одновременно прислушиваясь две-три минутки что у вас теплее вдох или выдох и одновременно думая о решении этого вопроса которые вас волнует или мучает и вы хотите давно его решить и вы заметите что вы погружаетесь в сон сладкий и во вторых на следующий день вам приходит идея по решению этого вопроса да да гениальные люди так обычные они у них такой все устроено они так как бы у них это естественно происходит они всегда хоть шнурки завязывают хоть обедают они всегда о чем-то думают на душе какого-то вопроса и у них это затаивание дыхания происходит непроизвольно а вы сделаете сознательное вот когда вы делаете сознательно то что обычно люди делают инстинктивно неосознанно вы сами открываете у себя гениальные способности и потом вы заметите уже и без сна что в любой момент жизни хоть летите в самолете хоть подводные лодки вы готовитесь к экзаменам как я уже сказал хоть дистанционным обучение но где угодно две-три минутки ключевое дыхание с решением какого-то важного для вас вопроса соедините две эти вещи о боже мой такое будет происходить интересно естественным образом будут решаться многие вопросы а я поэтому генератор творчества я постоянно делаю разные изобретения я даже учил тех которые были первыми учениками у самого великого знаменитого который обучал как изобретать а вы найдете там гугли поищите из петрозаводского я не называю фамилию давно целая большая школа но его сейчас нет очень известно а его ученики по всему миру будет идеальное решение как создать изобретение они работали в разных крупнейших компаниях мира создавали свои фирмы обучали других изобретать это очень интересно а вы знаете вот кто новичок кто первый раз меня видит ему и голову наверно не приходит что когда женщина идет магазин и думает какую покупку сделать на самом деле она заняты изобретательством и вот поэтому если каждый вечер хотя бы в течение трех-четырех дней буквально несколько минуточек о которых я сказал засыпая вы будете прислушиваться какой вдох или выдох теплее комфортнее вы во первых лучше уснете а во вторых если вы вместе с этим будете думать на решением какого-то трудно решаемого для вас на волнующего вас вопроса вы потом гениально его решите таким образом можно научиться через сознательное осознанное использование инстинктивных действий человека когда он решает какие-то вопросы надо же учиться в день надо учиться в природе мы моделируем с помощью метода ключ эти механизмы то есть инстинктивные действия человека которого совершает когда он себе по наитию помогает снять стресс и решить какой-то вопрос мы моделируем осознанно виде этих упражнений и поэтому это настолько просто естественно что потом вызывает естественное удивление как же так я почти ничего не сделал а жизнь моя становится проще лучше и доступнее я многие вопросы решаю уже как-то ну ну как будто ничего не произошло как же ничего не произошло если я вас этому учу я на это потратил много десятков лет больше такое параллельная деятельность и очень такой как лучше заснуть и очень такое ключевое дыхание и очень такое как развивать у себя творческое изобретательское мышление которое нужно нам и в быту и при создании любых изобретений до встречи друзья до встречи а у забыл сказать у меня же в гостях был москве в свое время самый великий изобретатель которого знает мир у него на визитке было написано 1200 изобретений а в скобках было написано а у эдисона было меньше его звали доктор на камачу куда встречи до свидания а у а у